Шалам дорогие друзья, я приветствую вас в студии Оазис Медиа, община Шавей Цион, Хайфа. И мы продолжаем с вами разбор Откровения апостола Иоанна. На самом деле достаточно сложная книга, но это вопрос, как мы к этому подходим. И я хочу просто напомнить ту методу, которую мы выбрали от самого начала. К Откровению относимся как к Откровению, или ко Сну относимся как к Сну, к Видению как к Видению. Это не есть факт, это больше аллегория. Она напоминает, она говорит нашим душам, она говорит о готовности. Но невозможно истолковать эти слова буквально, потому что нам очень сложно представить, что Иоанн подразумевает, когда он видит что-то. Он видел град Ярушалаем. И если мы помним, это нечто фантастическое. То, как он описывает этот город, позднее мы прочитаем. Это как ювелирная лавка, что-то полное алмазов, рубинов, изумрудов, золотые улицы. Апостол Павел, когда был вознесен до третьего неба, об этом мы читаем в послании к Коринфянам, он не смог вообще ничего сказать, что он там видел, он только сказал неизреченное, великолепное, что-то не поддающееся нашему описанию. Поэтому, видите, два человека, два святых человека, оба движимы Святым Духом, но по-разному описывают примерно, наверное, одно и то же место, в которое были удостоены увидеть. И поэтому, когда мы читаем Откровение Иоанна, нам нужно понимать, что это много образов. Понятно, здесь есть очень много принципов, которые мы можем использовать в своей жизни, мы подчеркиваем их. Но многие из тех пророческих видений, которые Иоанн видит, это все-таки, наверное, проповедь для нашей души, которая говорит нам, будьте готовы, не спите, не знаете, когда наступит час, И вот главы с 6, примерно, Откровение от Иоанна до 12, это такое немножко все запутанное, ангелы, печати, трубы, но текст есть, мы читаем. И надеемся, что Божий Дух будет вкладывать каждому человеку в сердце достаточное понимание, чтобы, по крайней мере, мы приобрели после всего этого, если не какие-то фактические знания, то, по крайней мере, страх Господень, чтобы наша жизнь была вполне подчинена Господу Богу и Его Сыну, Ишуа Машеху, и чтобы мы могли правильно относиться к ближним. Также, чтобы мы могли наблюдать то, что происходит сегодня, и анализировать. Я уверен, что сегодня вы все, особенно в Фейсбуке и в других социальных сетях, видите очень много фотографий или видеозаписей о трубах на небесах. Что это? В Иерусалиме, в Магницке, в Болгарии, в Канаде, как бы трубный глаз звучит с небес. Я затрудняюсь сказать, что это. Возможно, ангелы, возможно, то, о чем мы читаем, возможно, нет. Нет. Писания говорят нам, чтобы мы не пугались от каждого явления, которое происходит, но могли, подобно Марии, подобно другим верующим, слагать эти факты в своем сердце, доверяя Господу Богу, чтобы Он раскрывался в нас и раскрывал нам следующие шаги. Про них мы, кстати, прочитаем здесь, вот про это говорится, что Бог открывает своим людям последующие события. Итак, 10 глава. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как стопы огненные. В руке у него была книга раскрыта, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Ну, какое-то тоже потрясное видение. Ангел невероятных размеров, вообще невероятных размеров. Там видели люди ангелов, кто-то как человек, кто-то как три человеческих роста. А здесь вообще какой-то гигант. Но направляет наше внимание слово. В руке у него была книга раскрытая. И откровение от Иоанна, и другие пророки неоднократно используют такие слова, как книга, книжный свиток, какая-то памятка. Люди, которые были возвращены после клинической смерти, говорили, что перед ними разворачивалась подобная свитка их жизнь. То есть, эта тема, она актуальна. Все пишется, все запоминается. Даже читая вот этот намек, уже мы понимаем, что наши жизни взвешены. И какие-то вещи, они просто предназначены. Или наша жизнь, ее правильные или неправильные поступки влияют на какие-то моменты. И вот эта книга раскрытая. То есть, мы не понимаем, что это за книга. Книга ли жизни эта, или еще какая. Мы читали, что там была другая книга с печатями, которую только Агнец Божий мог раскрыть. Но, по крайней мере, мы опять попадаем в ту же самую область. Все, что в нашей жизни происходит, все оно записывается. И это не потому, что у Господа Бога плохая память, но чтобы нам потом напомнить, и чтобы ни у какого человека, ни у какого существа не было вопросов о том, что, а было оно, не было, все напоминается. И воскликнул громким голосом, я читаю третий стих, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили своими голосами. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, сокрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. Этот метод мы уже читали у других пророков. И там также были некоторые вещи, которые были открыты, а некоторые, которые были закрыты. То есть пророк, чтобы быть убежденным, что Господь говорит с ним, получал как бы полную картину. А здесь мы видим, что есть какие-то вещи, которые от внешнего слушателя Господь Бог скрывает. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в них, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Опа! Здесь мы читаем про рабов-пророков, которым возвеститься. То есть пророк или в пророчестве Иоанн видел какую-то тайну от общих масс, она была скрыта. Но Господь говорит, я своим рабам-пророкам покажу. Рабы. На самом деле здесь намного более веское слово, чем пророки. Те, которые его. Авраам, ну как бы в формальном виде не был пророком, таким как Исаия или Иеремия, который записывал целые томы. Понятно, что он был пророком, определяющим целое поколение, но больше он был рабом Господа. И мы помним ту ситуацию про Сдом и Гоморру, когда Господь говорит, утаю ли я чего-либо от Авраама. Ну, здесь та же тема. Итак, еще одно ободрение к нам. Будьте ближе к Богу, ищите Его. Царь Давид говорит, всегда видел Одесную Господа Бога. Это некое усилие, когда ты приучаешь своего внутреннего человека, что ты ходишь под Господом. Это наполняет тебя страхом Господним. Это определяет те записи, добрые записи в книге жизни. Понятно, самая добрая запись, это то оправдание, которое мы получаем через Иешуа. Но сам Господь Иешуа говорит, если праведность ваша не превысит праведности фарисеевых книжников, то есть напор на усилия. Апостол Павел говорит подобные слова. Он говорит, достигайте, как я достигаю, подражайте мне, как я подражаю Иешуа. То есть стремитесь, чтобы ваша жизнь, чтобы ваши мысли, чтобы ваши мотивы были чисты. Потому что в таком случае вы в числе рабов Господних. Тогда тайны Господа открыты вам. Тогда вы инструменты. Тогда Он использует каждого из вас. Я читаю с восьмого стиха. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книгу. Он сказал мне, возьми и съешь ее. И она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книгу из рук ангела и съел я ее. И в устах она моих была сладка, как мед. Когда же я съел ее, тогда стало горько во чреве моем. Мы подобные выражения читаем в Иезекииле, у Иеремии. Когда им было предложено съесть свиток. Ну, как бы, кто заставляет съесть печатную книгу кого-то. Или, может, этот свиток был написан просто на растянутой плитке шоколада. Мы понимаем, что это просто некий образ. Напитайся откровением. Это подобно, как ангел Гавриил говорит Марии. И ты станешь матерью Господа, Спасителя. И она как бы впитывает в себя эти слова. Здесь, наверное, подобный образ. Просто когда ангел разговаривает с Иоанном, он чувствует восторг, сладость, мед на устах. Но когда он постигает все то, что ему раскрыто, горечь наполняет его сердце. Ну, вот примерно так это можно понять. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Почему? Сладка как мед, а внутри горько. Сладка, потому что ты удостаиваешься принять откровение Господне. Любой человек, когда он чувствует сверхъестественное прикосновение, он восторгается, потому что это нечто «Вау, Господь меня удостоил». Но здесь он потом понимает, что ему нужно говорить о народах и племенах, и языках, и царях многих. И здесь ему неприятно. Почему неприятно? Потому что, к сожалению, народы и племена, и языки, и царя обычно, обычно противостоят Господу. А он чувствует суды. Суды – это не нечто хорошее. Суды – это всегда исправить, но всегда через наказание. И горечь, или сострадание, или разочарование – это то, что наполняет сердце Иоанна. Мы читаем 11 главу. Я здесь не делаю больших расстановок между главами, потому что все как бы двигается вместе. Дна была мне, трость, подобно жезлу. И сказано – встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Ну, опять-таки, образ или Иоанн переносится в храм. Мы знаем датировку написания Иоанна, хотя сегодня многими эта датировка ставится под большим сомнением. Считалось всегда, что откровение от Иоанна было написано в 90-е годы от Рождества Христова, то есть лет так на 20 позднее после разрушения храма. Но сегодня многие ученые выдвигают мнение, что это откровение было написано до разрушения храма, и он видит вещи, предшествующие разрушению храма, потому что в Откровении много говорится о мерзости запустения на святом месте. И говорится как о будущем. Почему эта точка зрения заслуживает своего внимания? Когда записываются какие-то вещи, то всегда дается пример происходящего в прошлом. В еврейской жизни место храма было слишком значительно, чтобы Иоанн, если это откровение было написано после разрушения храма, проигнорировал этот факт, он мог сказать, и будет с вами как было с местом святым. Но он говорит, будет. Это одна из точек зрения. Я не могу вам сказать, что это мое мнение. Я вам просто говорю, что есть два подхода как минимум к датировке или направляющему пророчества, в какую сторону он направляется. Хотя мы знаем, что очень часто пророческое слово, оно было исполнено однажды и потом исполнялось еще раз после какого-то периода времени. И вот здесь говорится, «Измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем». Тот храм, который был или, может быть, еще находится в целостности и в здравии, а может быть, что-то будущее. Но «Измерь храм и жертвенник» – это место, в котором конкретно находятся коины, левиты и израильтяне, которые поклоняются в этом храме. А второй стих говорит, а внешний двор храма – это то место, куда могли заходить даже язычники или празелиты приходили в то место, исключения, измеряя его, ибо он дал язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Вот здесь вот мы сталкиваемся с целыми дилеммами. Может быть, это был тот второй храм, который Ирод расширил, который блестел великолепием, в который вошел Господь Ешуа, где он провозгласил «Жаждущий, идите ко мне». Возможно, это какая-то виртуальная реальность. Нам очень сложно понять это место. Поэтому я не могу сказать, вот это говорится конкретно о чем-то. Но здесь дается намек, что язычники исключены, не могут войти в место молитвы, потому что они попирают святой город 42 месяца. 42 месяца – это 3,5 года. Эта цифра несколько раз всплывает в откровение от Иоанна, насколько она конкретная, числовая, 3,5 года, 42 месяца, или 42 умножить на 30 дней, что это получается вот такое-то число, я не могу судить. Я просто хочу сказать, что не верится мне, что какие-то вещи будут происходить, и глобальная часть верующих будет находиться в неведении. То есть сегодня некоторые говорят, вот мне открыто, мне открыто, мне открыто. И потом они начинают говорить даже о каких-то датах, о каких-то конкретных местах, как совершенно недавно было пророчество Трамп, Клинтон. Большие люди говорили, Клинтон будет президентом, а потом раз. И всегда после этого мы слышим короткое слово. Sorry, я ошибся. Извините, я ошибся. На самом деле не стоит спешить забегать вперед. Стоит знать, что динамика божественных судов включена. Все уже потрясает мир. И мы видим это даже без пророческого слова Библии. Мы только можем новости просмотреть и видеть, как беды, как проблемы застилают землю. И когда мы знаем, что и в Писании такое написано, тогда мы начинаем просто наблюдать, складывая, подобно Марии, повторюсь, в своем сердце какие-то вещи. Продолжаю дальше. Третий стих. Опять непонятно. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, и будут обличены во вретище. Вретище – это такая траурная одежда. А два свидетеля. Опять-таки, мы приходим к дилемме. Возможно, это до разрушения храма. В еврейском эпосе или в книгах мудрецов Израиля говорится, что перед разрушением второго храма не только один Ешуа, но было много из разных ветвей иудаизма, пророков или провидцев, которые приходили и говорили, «Народ погряз во зле». Храм будет разрушен. Этот величественный храм будет разрушен. Подобные слова, разумеется, мы читаем также в Новом Завете. И наш Господь, подобно тем свидетелям, пророчествует. Храм будет разрушен. Храм будет разрушен. Ни одного камня на камне не останется. И говорится ли это об этих событиях, или это говорится о каких-то грядущих событиях? Но мы должны понять, что храма сегодня не существует. И если что и названо подобием храма Божьего, то это кегила верующих, или тело Машеха, или экклессия верующие. Значит, что-то должно в нас случиться. Или как подойти к этому? Я сейчас, когда истолковываю эти слова, больше не истолковываю, как бы, а больше ставлю знаки вопросов, чтобы каждый из вас мог задуматься. Здесь использовано слово язычники. А кто сегодня язычники? В те времена, когда подразумевалось слово язычники, подразумевались люди, которые не принимают Бога, Аврама, Ицхака и Якова. Сегодня таковых на самом-то деле не так уж много. Это там где-то в Индокитае, может быть, где-то в Африке. Но сегодня большинство мира, из тех, кто не является евреями, все равно веруют в Бога Аврама, Ицхака и Якова. И даже большая часть мусульман понимает, что Аллах, ну, может быть, это и не так, как некоторые истолковывают Аллах, это не тот Бог, но все-таки в их концепте, по крайней мере, в первой части Корана, Бог, Творец, он описан как Бог Аврама, Ицхака и Якова. Поэтому их язычниками тоже как бы не назовешь. Может быть, они не до конца понимают, или как-то по-другому. Но здесь мы сталкиваемся с целым рядом дилемм. И вот эти два свидетеля, а может быть, это говорится о будущем. И кто они? Подобно Моше и Арону, или подобно Енаху и Илье, а может быть, это Илья и Моше. Мы не знаем. Мы имеем здесь как минимум шесть, а может быть, и больше людей. И могут быть совершенно разные комбинации. Кстати, хочу сразу сказать, я далеко не сторонник слова «инкарнация». Сегодня в некоторых кругах начинают говорить про инкарнацию, что, возможно, это есть, это да, пути исправления, и т.д., и т.п. Вот даже посмотрите на библейского Илью. Скажу так, что я лично так не понимаю. И когда Иешуа называет Иоанна, вот Илья, он подразумевает, вот подобен Илье, который пришел с тем же помазанием, с тем же духом ревности по Господу Богу, подобно, как был Илья. И здесь нам не нужно сходить на индуистскую философию или религиозную практику. Совершенно нет никакой нужды. Но мы продолжаем дальше. Разбор, и четвертый стих говорит, «Это су две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Кстати, эта картина очень здорово напоминает Захарию, пророка Захарии, 4 глава, где он видит в видении два масличных дерева, и с них масло стекает в минору, в светильник Божий. И если подразумевать, что светильником Божьим является свет Господень, который исходит через его рабов, то кто эти две маслины? Ну, по крайней мере, в мессианском движении многие понимают, что эти две маслины это еврейская и нееврейская часть тела Господня. Это призванные из Израиля и призванные из неевреев, чтобы вместе составлять одно тело и светить светом Господним. И в таком случае это уже не про личности говорится, а это говорится о целых движениях людей, которые знают, что Господь в них совершил некие чудеса, например, исцелил конфронтацию отцов и детей. Помните, я пошлю Илью пророка, и он обратит сердца детей к отцам, сердца отцов к детям, и будут светом, чтобы земля не поразилась проклятием. И вот здесь мы сталкиваемся абсолютно с такой же дилеммой. Нам очень сложно понять, что это. И кто это? Люди ли это? Движение ли личности? Просто ясно и понятно, что когда подобные вещи начнут происходить, если это говорится про наши времена, то наверняка слепыми мы не останемся. И если мы ходим за Господом и стараемся светить свою жизнь, искать волю Господа, то Он откроет это нам. И написано, если кто захочет их обидеть, то выйдет из уст их и погонь, и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, то тому надлежит быть убит. Они имеют власть, отворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в них пророчествование. И имеют власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Здесь вот комбинация того, что делал Илья, пророк, помните, он помолился, не было дождя. Или с другой стороны, превращать воду в кровь и поражать землю всякой язвой. Это была прерогатива Муше и Аарона. То есть мы опять возвращаемся к этой же самой идее, что суды, которые происходят над землей, очень напоминают суды, которые происходили в свое время над Египтом. И исход евреев из Египта. Здесь мы видим как бы освобождение народов от плена Вавилона, от плена Египта духовного мира, когда люди должны понять и различить. Вот рука Господа, вот призывающие и прощающие. Или, если они хотят упорствовать, подобно фараону. Вот вещи, которые будут происходить. И когда кончат они свидетельство свое, стих 7-й, «Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Опять-таки сложный момент. Зверь, исходящий из бездны. Практически автоматически на этого зверя ставят вывеску «Сатана» или «Люцифер». Возможно это он, возможно нет. Мы знаем, что с «Люцифером» не все так просто. Я вам хочу дать сейчас небольшое отвлечение, чтобы поговорить о еврейском и о христианском, о двух подходах к личности сатаны. И они не во всем совпадают. Ну и, наверное, после этого скажу небольшое мессианское отступление, комментарий на эти две темы. В христианской теологии сатана – это тот, который противостоит Божьим планам, падший херувим, который из себя извратил, сделал полное зло, противоположность Творцу, и все, что не делает Творец, он пытается противостоять. Наверное, глупо сказать, что сатана – это личность, которая борется с Творцом, потому что с Творцом вообще никто не может бороться. Но, скажем, борется с делами Творца, по крайней мере, на земле. Это христианский подход. В еврейском подходе по-другому относятся к дьяволу или к сатане. Слово «сатан» на иврите обозначает «противостоять». И в ивритской философии сатан – это даже не один ангел или не один херувим. Это целая схема сил, которые Господь Бог использует, то есть они не самопроизвольны, а Господь Бог использует, чтобы ими испытывать все живущее на земле. Типа, как пример Иова. На какой из этих позиций строится, ну, скажем, наше мессианское понимание? Я бы хотел сказать, совмещая их оба. На основании чего? Мы читаем в одном из посланий Павла, там сказано, что в храме Божьем или в Доме Божьем есть сосуды к чести и есть сосуды не к чести. И вы стремитесь, чтобы быть сосудами для благопотребного употребления. Это говорит нам, или дает нам очень такой сильный намек на то, что всякое существо, сотворенное Творцом, от человека до любого ангела, любой ипостаси, хирургима, серафима, ишиима, элогима или всего остального, что сотворено, чего мы даже толком не понимаем, имеет какую-то цель. Если это осознанное, живое существо, сотворенное Творцом, избирает пути добра, то оно будет использовано двумя путями. Первое – путь, который Господь предназначил. Помните такое выражение в послании Ефесянам? «Ибо всем нам есть добрые дела, предназначенные во Христе Ишу, в Господе Ишуа исполнить, и мы можем их исполнить в нем». То есть, есть какое-то определенное предназначение. Но вторая вещь, которая есть у каждого живого существа – наличие свободной воли. То есть, когда мы можем провести какую-то нашу собственную инициативу. Так вот, по всей видимости, та личность, которая называется Люцифером или Сатаном. И в Иезекииле мы читаем историю, когда идет повествование о царе Тирском, а потом вдруг начинается разговор о Херувиме Помазанном, который ходил среди светящихся огней Эдема. И потом возгордилось сердце его. По всей видимости, там не только про царя говорится, но и про Помазанного Херувима, который был предназначен от начала Творцом, чтобы прославлять его великое имя. И у него была еще определенная своя свободная воля делать, что он там захочет, в рамках добра. И Бог использовал его для этого. Но когда он извратил свои пути, то был низвергнут с небес и превратился в Сатана, которого Господь продолжает использовать, но не по пути А, а по пути Б, как уже сосуд испытания других. Но у этого сосуда испытания других есть своя определенная воля, где он как бы, в кавычках, шалит. Его шалость может стоить жизни миллиардам людей. И именно в этом заключается искупление Иешуа Машеха, что он своих детей или тех, кто следует за Господом, в его имя покрывает своей кровью, освобождая от свободной воли дьявола. А то, через что нас хочет провести Господь, здесь мы, к сожалению, не властны. Именно поэтому нам важно понять, что драгоценная кровь Иешуа покрывает нас от этой свободной воли дьявола. Но ничто не может защитить нас от того, что если Господь хочет кого-то испытать, кроме одной потрясающей молитвы, которой Господь научил молиться своих учеников. Это молитва Авинуши Бешамайяму, Отче наш. И там он говорит такие слова. И сохрани нас от сатана, и не веди во искушение. То есть, с одной стороны, защити нас от произвола дьявола, его свободного произвола. С другой стороны, даже испытывая нас, не переборщи. Хотя испытания, без того, чтобы раз за разом проверять, где мы и что мы, мы не можем возрастать. Но это по жизни понятно. И поэтому вот такая ситуация. Поэтому, когда мы читаем в Откровении, в 11 главе про зверя, исходящего из земли, это может быть и не та личность сатаны, про которую мы говорим. Но явно, что он хочет противостать Божьему делу. Хотя, может быть, это и он. Невозможно сказать. Но здесь написано, он выйдет, сразится с ними, победит их, убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Понятно, где был распят наш Господь? В Иерусалиме. Духовно называется Содом и Египет. Содом – это место, где было всякое сексуальное нечестие и где просто унижали всех гостей. Но Иерусалим не совсем такой город. А Египет – это место поклонения идолам. Опять, Иерусалим не совсем такой город. Понятно, там есть тоже грязные вещи, как в любом большом городе. Но об этом ли говорится? И написано, и многие из народовых колен и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гроб. Знаете, вот на это место есть такое стандартное толкование, что вот современные средства связи, мобильная связь, интернет, и все будут видеть. Возможно, это и говорит об этом. Сложно сказать. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Господа Бога. И они оба встали на ноги свои и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда!» Они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Но опять повторяется история или пророка, которого колесница забрала, или еще, которого облако подхватило, и он исчез из видения людей. Что это? Сложно говорить. Мы читаем текст. И в тот же час произошло великое землетрясение, десятая часть города пала и прогибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Машиеха его, и будет царствовать во веки веков». Вот это место, где стоит опять-таки остановиться на мгновение. И вы знаете, что существуют целые, целые, целые доктринальные утверждения, убеждения, которые говорят, вознесение будет через три с половиной года после начала, семь лет после всего, когда закон, или до начала. и царство Машиеха, оно уже стоит тысячу лет, с времен, когда еще воскресе земертвых, или оно придет. Эти слова невероятно сложно истолковывать. И, к сожалению, самые значительные разделения в среде христианской церкви были конкретно вот на датировках вот этих событий. Когда мессианское царство наступит, или когда будет вознесение, вы так понимаете, а мы с вами не согласны, мы с вами не общаемся. Мы должны понимать, что такого уровня пророчества крайне, повторяясь сегодня уже в десятый раз, крайне сложно истолковать. Пророку Даниилу потребовалось особое озарение, чтобы найти по книгам и понять, с какого момента начинается и заканчивается пленение народа Израилева в Вавилоне. У него был в свитке пророка Иеремии, где тот пророчествовал о 70 годах плена. Но даже ему потребовалось время, чтобы более точно сказать. Здесь же говорится о каких-то трех с половиной годах. Является ли это буквальным смыслом? Или это что-то растягивающееся и просто имеющее некую цифровое значение в еврейской философии или гематрии, или это реальный тысячелет, миллениум, или это что-то, что будет. Я воздержусь говорить о конкретном понимании этих стихов. Еще раз просто скажу, страх Господень стоять на стороне добра, наблюдать о человек, что просит у тебя Господь поступать милосердно, ходить смиренно, мудренно и быть человеком здравым, жертвенным, помогающим. Это наш более-менее описанный писаниями стандарт. А вот такие книги однозначно истолковывать, ну, хотел бы сказать, опасно, страшновато. И здесь ангел вострубил, провозгласил о наступлении царства. И 24 старца, 16 стих, лично я не думаю, что это 12 патриархов и 12 апостолов. Я больше склонен думать, что это какие-то небожители. И в прошлые разы мы уже говорили об ангельских ипостасях, живущих на небесах, и о том, что там есть самого разного рода небожители. И вот эти вот старцы какой-то совет, какой-то комитет, духовный комитет, который что-то определяет. 24 старца, сидящие пред престолом, пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвым, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Подобное Бог говорит в свое время с Авраамом. Еще не настало время, но вот настанет время, и я произвью судно хитеями, хферезеями, и вусеями, и очищу от них землю. Здесь вот примерно такой же стиль. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Ну, мы закончили одиннадцатую главу. Сил, мы видим усиление Царства Небесное. Оно не замещает другое царство моментально. Это, по крайней мере, что мы видим. Мы видим свирепость язычников, и с небес нисходящая полнота от Господа, с небес ли только, по всей видимости, и через нас, из людей Божьих, которые живут на земле, начинает проявляться Царство Божье, потому что в свое время еще сказал, Царство Божье внутри вас есть. Опять-таки, не думаю, что стоит нам цитировать эти главы буквально. Это больше аллегория. Но аллегория, которая наш ум заставляет оценивать свою жизнь, оценивать ситуации вокруг нас и искать горнего, искать праведности и святости. С этими словами хочу закончить эти две главы и на следующей неделе мы продолжим дальше с 12 главы. Там уже больше образов, которые можно понять и проще их понять. А пока хочу пожелать вам благословений, шалом вам из Сиона и смотрите наши передачи и пишите свои фидбики. Нам также интересно ваше мнение, что вы думаете, вы знаете, как писать, там на сайте все указано. Шалом вам! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова